Добрый вечер! Добрый вечер всем! Ксения, неожиданный привет! Добрый вечер, Рамона! Да, очень приятно всех видеть. Сейчас чуть-чуть подвину. Очень приятно всех видеть. Сейчас потихонечку пока все присоединяются. Мы с вами начнем. Ирина, привет! Всем добрый, 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 добрый вечер! Сейчас потихонечку ждем. Пока там народ собирается и мы потихонечку ждем, можете, в принципе, что-нибудь спросить, чтобы мы с вами не скучали. Можете у меня что-нибудь спросить про Таро, про магию, про камни, про все, что угодно. Вдруг есть какая-то актуальность. И я тогда начну с этого. Да, всем, 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 всем привет! А, я же освоила здесь новую технологию. Так, я только забыла какую. О! Какую-то я тут освоила новую технологию. Так. Так, ну, ладненько, давайте потихонечку начинать. Я тут пыталась разобраться с тем, какие технологии я освоила. Не очень получилось. Итак, у нас с вами сегодня вообще заявленная тема эфира. Это как-то я красиво его там назвала, не набрала тему эфира. Как-то я его красиво назвала. И забыла, как уже. Вообще, вот, да, хотела, думала о том, с чего бы нам начать, о чем бы нам сегодня поговорить. Потому что тем вообще всегда очень много. Проблема выбрать. С сердечками красиво. Слушайте, с сердечками, мне кажется, всегда красиво. Все, что сердечки, это здорово. Все, что сердечки, это здорово. Тем очень много. Но вот как-то я стала, вот сегодня ходила, грузилась, вчера еще начала, о чем бы хотелось поговорить. И какая-то у меня такая почему-то идея мной овладела поговорить про то, как мы вообще через Таро. Про Таро. Как мы разговариваем с помощью Таро. Как надо задавать вопросы. Вообще, на самом деле, вот про то, как правильно и точно гадать. Так, вопрос. Очень много колод Таро. Можно краткий разбор. Какая для чего? Ой, слушайте. Ну вот я, видите, очень легко сбиваюсь с темы. Можно и про это сегодня поговорить. Просто мы с вами так уже три раза, три, 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 три онлайн эфира назад я собиралась рассказать про Таро и Камни. И так, собственно говоря, мы отвлекались все время и на Таро и Камни так и не дошли. Сейчас вот хотелось мне поговорить про вопрос. Давайте про колоды, я с удовольствием. Я почему говорю, что вы, в принципе, смотрите-ка штука. Вы же можете писать вообще, что бы вам хотелось в онлайн эфире. Потому что если бы от вас была такая активность, то, соответственно, возможно, все было бы еще интереснее, чем у нас идет. Потому что я бы реагировала на ваши запросы, и мы могли бы выстраивать онлайн эфир еще, исходя, например, и из этого. Если там всем интересно, можем поговорить про колоды. Это такая тема вообще, тема вкусная. Потому что, да, коли уж мы с вами в пространстве Таро и Тарологии, это и инструмент, с помощью которого мы с вами работаем. Соответственно, конечно, это очень важно, понимать про то, чем отличаются друг от друга колоды, как лучше и с какими работать. Так что вопрос у нас какой-то странный, что менять не в будущем. Я так понимаю, что это вопрос про погадать, наверное. На вопрос про погадать. Слушайте, ну, не сегодня. Мы сделаем еще какой-нибудь онлайн эфир про погадать. Вот. Но не сегодня. Давайте про колоды. Я прям с удовольствием. Потому что, если честно, то я вот вообще в теме того, какие существуют колоды Таро, я что-то хотела очень сделать какой-то, да, по этому поводу вебинар. Но можно и на онлайн эфире. А почему бы и нет. Просто тогда, на самом деле, было бы неплохо, чтобы у меня здесь были какие-то колоды, чтобы показать вам пример. Но у меня их нет. Но я вот тогда могу говорить название колод. Мы можем там, кто у нас, Юлиана хотела про колоды, можно включить совместный эфир, Юлиана будет показывать колоды. Будет неожиданно. Так, давайте про колоды. Значит, смотрите, какая штука. Поехали. Прям я на самом деле что-то вот как-то этим вопросом загорелась. Мне понравилось, меня вставляет. Собственно говоря, да, у нас с вами вообще, Лев, все о всем, что касается магии. Есть, знаете, такая вот составляющая уравнения, основная. Конечно, у нас здесь всего два. Две составляющих части основных. Это сам маг, это сам таролог. Да, и понятно, что все зависит от того, насколько он знающий, насколько он талантлив, насколько он действительно может соединяться с информационным полем, насколько он может это поле дешифровать. И вторая часть этого уравнения – это колода. Это колода, с которой таролог работает. И вот здесь очень интересная штука. Потому что на самом деле в этом надо разбираться. Потому что если про, не знаю, 60 лет назад вопросов, собственно говоря, какую колоду выбрать, не было, их там было несколько штук, то сейчас рынок эзотерический переполнен. Колоды делают все. Колоды делают все, кому не лень, в огромных количествах. И колоды, знаете, если Кроули свою колоду делал 6 лет, то сейчас делают по 6 колод. Да, есть авторы, которые умудряются делать по 6 колод за год. Вот, собственно говоря, разница большая. И, естественно, та колода, которой ты пользуешься, она обладает своим характером, она обладает своим качеством энергии. Соответственно, мы с вами, как догадаем, мы входим в контакт с этой энергией. Вот конкретно, непосредственно мы входим в контакт. И колода задает, естественно, рисунок вообще и вашей работе, и, собственно говоря, тому, что вы будете делать. Поэтому это такая очень важная штука. Колоды – это, еще раз, важнейшая часть вашей трологической практики. Есть универсальные колоды. Я для себя, на самом деле, делю колоды на три вида. Но у меня есть, знаете, такое, я это называю, есть колоды чисто мантические, те, на которых можно только гадать. Так как я занимаюсь еще магией, то, соответственно, меня интересует еще магия Таро, чтобы карты Таро давали возможность использовать их для магической работы. То есть, если мы могли, да, чтобы мне помогала колода, действительно, она была проводником в некие каналы высших сил, чтобы колода не только была проводником в каналы высших сил, она еще давала мне нужное качество энергии. Потому что, если я хочу, конечно же, погадать про любовь и сделать некую коррекцию про любовь, то, естественно, это должна быть колода, которая держит эту энергию. И, понимаете, про любовь, на, там, Таро не крономикон или, я не знаю, там, на какой еще у нас, на какой-нибудь злобный колодок. При этом деньги, соответственно, вы смотрите про деньги, и на деньги вам тоже нужна колода, которая будет держать эту энергию. В общем, очень важно, чтобы у вас колода правильно подбиралась. У нас есть классика, это Уэйт и Кроули, марсельская Таро тоже, но вот то, что я даже, так как я с ним не работаю вообще, то я его даже вот как-то в классику не называю, хотя это, конечно же, классика, классика, классика. Ну, просто если уж совсем про классику, то это Таро Висконти Сфорца. Вот это классика, классика, да, это так у нас вообще первая колода, которая появилась известна человечеству. Поэтому, вот, собственно говоря, а так это Уэйт и Кроули. Уэйт и Кроули две универсальные колоды, абсолютно универсальные, на которых вы можете гадать на все, что угодно. То есть это те колоды, которые, собственно говоря, стоят в центре. Знаете, если представить себе гороскоп, 12 домов, да, 12 знаков зодиака, 12 полей, каждая связана с чем-то, с любовью, с моей личной энергией, с борьбой, с деньгами, с, не знаю, с чем там, с детьми. Вот Уэйт и Кроули, они стоят в центре. То есть это, собственно говоря, те колоды, у которых не задано никакого вектора, и вы можете их использовать совершенно конкретно в любом направлении вот этого гороскопического круга. С точки зрения их силы, да, вот то, что я вам сказала, что я делю колоды на уровни мантический, магический и мистический. Мантический – это те колоды, на которых мы гадаем, но они не тянут магию. Магический уровень – это те колоды, на которых можно делать коррекцию, использовать их в магических ритуалах, и они тянут этот уровень, и они являются нам помощником. И это, конечно, Кроули, и понятно, у нас эта колода рулит. И Уэйт на мантическом уровне в магии, я с ним не работаю, он слабый. Хочется, чтобы была поддержка. Я могу работать с Уэйтом в магии, но мне придется выполнять всю работу. Я хочу, чтобы у меня еще колода работала как магический инструмент. И мистическое Таро – это то Таро, ну вот у меня под рукой прямо оказалось, Ошо Цзэн Таро, вот такая красивая коробочка. Мистическое Таро, Ошо – это одна, ну я прям обожаю неприлично эту колоду. Она вот такая красивая, вот с такой золотой каймой. Это мистическое Таро – это то Таро, которое предназначено для работы с духовным уровнем. Для работы с духовным уровнем. То есть она для медитации, она тоже может быть для предсказаний, но она обычно берет такие очень тонкие вещи, тонкие уровни. Она хорошо работает в целительстве, Ошевская колода. Вот мистические колоды, колоды духовного плана – это те колоды, которые очень хорошо работают в целительстве. И хорошо работают для вот именно, знаете, такого медитативного прохода. Вот какие-то такие тонкие вещи, когда это про свою эволюцию и про рост. Хотя на Ошо я и гадаю, я люблю очень на ней делать психологические, провожу приемы, допустим, по расстановкам, либо по какой-то работе с метафорическими картами. Вместо них беру Ошо, работает потрясающе. Да, вот, допустим, вот такие универсальные колоды. А Юлиана не сдается и спрашивает про Таро Безумной Луны. Таро – есть колода, люди, которая называется… Ой, прям вообще, давайте буду рассказывать вам про колоды. Может быть, даже не один онлайн-эфир. Просто мне вот я жалею, что я не подготовилась мне вам ее не показать. Девиант, мун, Таро. Девиантное поведение. Есть такой у психотерапии термин – девиантное поведение. То есть то, которое выходит за границы нормального. Его переводят еще у нас, так как Таро Безумной Луны, или там, в общем, Луна, сбившаяся с курса. Девиант, мун, Таро. Фантастически прекрасная колода. Совершенно необычная. Автор этой колоды начал, как он сам заявляет, начал ее писать в 8 лет. И писал он ее… Слушайте, я сейчас боюсь соврать, то ли до 25, что-то такое. И вообще его направленность, когда он создавал эту колоду, это вот та Таро Безумной Луны. Это бессознательное. Это страхи. Слушайте, вообще эта колода реализовывает мистерию 18 и 15 аркана. Вот может быть так, Тарологам будет понятно. Луны и дьявола. Вот эта колода открывает вот этот ресурс. Она про наши страхи. Она про наши безумные тайные желания. Она про то, где мы выпадаем из нормы. А это прекрасно, выпадать из нормы. И эта колода фантастически работает хорошо. На любые темы, связанные с вскрытием каких-то внутренних комплексов, психологических проблем. Она очень хорошо работает на деньги. Да, Ян, привет. Она очень хорошо работает на деньги. Она очень хорошо работает, кстати сказать, очень хорошо работает на определении парчей. И держит. Вот здесь интересная штука. Это колода не та колода, которая относится, например, к так называемому боевому Таро. Потому что у нас есть колоды, которые просто предназначены для боевой магии. Там сеть, например, готических колод. Они про это. Они как раз про то, что ты можешь с ними воевать со злом. Девиантмун не про то. Но порчу показывает проклятие роскошно. Через нее можно выстраивать ритуалы по снятию порчи и проклятий. Потому что она обходит защиту сознания. У нее есть очень интересная штука. Да, эта колода расскажет про страхи, про все ваши ошибки. Она вскроет все, что вы вскрываете или человек скрывает. Она открывает те вещи, которые ты вообще не осознаешь. Или от страха запрятал по самым темным углам. Это очень-очень-очень бывает нужная вещь. Совершенно по-разному говорят колоды. Вот есть колоды. Я подбираю всегда. Если у меня садится напротив клиент, то исходя от того, как я его ощущаю, как я его вижу, и какие он собирается задавать вопросы, я выбираю колоду. Девиант Мун на самом деле колода, которая подходит практически всем. Потому как недевиантных людей мало. Сейчас дойдем до Сальвадора Галиф. Значит, смотрите. И продолжаем про девиантное Таро. Так как она внедряется. Вот смотрите. Эта колода, что нужно понять? Она обходит все защиты сознания. Каждый человек, сознание каждого человека обладает своей защитной системой. А это устроено природой. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. У кого-то настолько сильное, что ты вообще замучаешься и не посмотреть. Это знаете, когда вот в гадательной практике, а кто практикует, возможно, сталкивался с этим и замечал, не каждого человека можно увидеть, не каждого человека можно прочитать. Человек может быть закрыт. И это такая, в общем-то, штука бывает достаточно такая, ну, серьезная. И девиант Мун здесь – это просто незаменимая колода. Это та колода, которая является ключом к голове каждого человека. Практически любого человека можно просмотреть, если ты пользуешься этой колодой. Как она втекает, как она этот процесс устраивает. Но она обходит все защитные механизмы, которые не пускают до вас для того, чтобы увидеть. А очень часто бывает, когда люди, например, просто закрыты. То есть, если это, например, профессиональная магия, то бывает и не посмотреть. Иногда бывает настолько мощно закрытый. Есть техники защитные, да, когда специально маги, если что-то делают, они себя закрывают. И ты можешь на картах там замучаешься, смотреть, что-что-что-нибудь увидеть. Ладно, если ты просто не увидишь, а бывает еще подставляют ложную информацию. Когда ты, знаете, там на человеке смерть, да, на человека смерть идет, а у тебя карты будут выдавать солнце вместо этого. Вот. Это, конечно, уже такие вещи только профессионалы умеют, но тем не менее. И девиант Мун – это как раз та колода, которая вскроет вообще любые-любые-любые подставы, включая даже зеркальные. Вот. Поэтому роскошная колода. Я очень люблю делать на ней в последнее время расстановки. Вот я вам говорила, что я делаю на Ошеской всегда. Я делаю много лет на Ошеской колоде. Например, на последнее время девиант Мун вот просто, да, рулит. То ли мир сильно сходит с ума. Она очень комфортно ложится на, не знаю, на 8 из 10 клиентов. Просто очень комфортно. Слушайте, конечно, надо брать. Не то же слово, что надо брать. Я уж думала, что она у вас есть, а у вас ее еще даже и нету. Девиант Мун должна быть в аптечке любого торолога. Во-первых, она сильная. Она магическая. На ней можно очень много чего делать. И, да, я вам сказала, что она вскрывает любые, да, обходит любые защиты любого человека. Но в ней есть еще качество. Если вы умеете делать коррекции на Таро, то с помощью Девиант Мун вы можете точно так же закрыть себя. Да, если надо, чтобы вас не вычислили, если надо, чтобы вы не, да, чтобы вас не считали, то вы можете воспользоваться этой колодой. Я ее обожаю. Я в нее влюбилась. Я не знаю, она, вот Оля, у нас тут есть? Оля, вы тут есть, Савина? Когда? Когда у меня случился все страшный роман с этой колодой? Вы ее, вот Татьяна пишет, что она с ней не коннектится. Вы придите ко мне на мастер-класс и вы законнектитесь. Я просто вам покажу, что она делает. И это фантастика. Я в нее просто влюбилась. У меня случился просто, знаете, такой культурный разрыв шаблона. Потому что она, понятно, она мне комфортна, может быть, еще по причине того, что, не знаю, там, я скорпион. Она же с выворотом мозга. Для скорпионов самое то. Любой выворот мозга. Но, понимаете, какая штука, вот на ней очень комфортно входить в некомфортные зоны. Ну, допустим, вот вчера у меня был прием, и мы обсуждаем с клиентом. Я говорю, слушай, прикинь, даже вот не смотрю, даже не хочу. Вот когда начался коронавирус, да, все смотрели. Я тоже тогда гадала и в онлайн-эфире, что там нас ждет, еще чего-то. А вот сейчас впереди лето, осень. Я вообще не смотрю. Я говорю, ты представляешь, я настолько не хочу туда залезать. Я смотрю про себя и для себя. И я не... Да, потому что мне надо страховать себя, это понятно. Я хочу выжить в этом цикноте, который у нас сейчас идет, и все остальное. И он еще не закончился. А я говорю, я не хочу. Он говорит, я тоже не гадаю. Он тоже умеет гадать. Он говорит, я тоже не гадаю. Я говорю, когда представляю себе вот это вот мировое безумие, то, что сейчас творится вот в этой общей вселенской, не знаю, человеческой ауре, вот этот сумасшедший заговор, который происходит, да, вот эта вся хрень, какого уровня там маги работают. Я думаю, я даже не хочу в это влезать, вот потому что, когда ты, знаешь, когда ты туда постучишься, тебе ответят. Когда ты это увидишь, тебя оттуда тоже увидят. А вот на самом деле Девиантму – это как раз та колода, на которой можно смотреть такие вопросы. Она тебя как проведет, как нитериадно, так и выведет оттуда. И у тебя очень много шансов не попасть под этот взгляд оттуда. Будет ли курс по ней? Будет точно. Вот не знаю, как про лето, следующий учебный год будет точно. Я очень по ней соскучилась, потому что у меня, собственно говоря, в Питере-то, по-моему, по ней я проводила только один мастер-класс. Был там года три назад. Так все собираюсь, и девчонки ждут. Я очень хочу, я просто по ней соскучилась. Потому что, конечно, когда проводишь онлайн-офлайн-курс, любой курс по какой-то колоде, ты же очень плотно попадаешь в ее поле. И, соответственно, ты напитываешься ее энергией. Да, это же не просто там, я вам просто про что-то рассказываю, такая информационка какая-то. А ты погружаешься в поле этой колоды, ты ее энергией напитываешься. Я вот просто очень скучаю по Девиантмун. Я поняла, что в связи с мировым безумием мне нужна какая-то прививка от этого, чтобы не попадать вот в эти темные полевые структуры. А Девиантмун – это как раз, знаете, вторая безумная Луна – это классная прививка от безумия. Поэтому с ней работать очень классно. Очень много всего, слушайте, с любовью. Любовь разве у нас бывает здоровой? Все время же какая-то сплошной вывих мозга. А вот эта колода, конечно, просматривает вот эти все ходы, все мучения человеческой души. Просто фантастически. Причем людям, когда, знаете, так показываешь, да, я иногда даже с Девиантмун, когда работаю, я, в принципе, очень мало разговариваю с клиентами. Потому что она настолько говорящая, я обычно делаю так. Я так беру эту карту, показываю клиенту и говорю, видите, и все сразу узнают и говорят, ах ты, ёптель-мотель, так вот оно как. Вот, поэтому в этом смысле, ну вот, наверное, осенью, да, наверное, осенью сделаем. Вы закупаетесь тогда уже Девиантмунта, потому что, ну, чтобы она была, потому что она действительно фантастическая. И я нам, допустим, у меня все тут такая пошло в эту сторону. Я на ней им даю много практик именно, ну, у меня уже и разросся курс, потому что, когда я начинала, то это у меня было гораздо меньше практики с ней. Хотя уже было достаточно, но меньше. А сейчас-то очень много уже техник, которые я точно понимаю, как с ней работать, как делать, как её, да, как пластилин лепить. Вот. Так что это про Девиантмун. Про Таро Эльков, если, да, вот я видела вопрос был, но мне нужно тогда уточнить, про какое из них. Потому что их несколько. Сейчас ещё покажу. Вот это Таро Сальвадора Дали. Кто-то знает что-то про Таро Сальвадора Дали. Знает ли кто-нибудь что-то про Таро Сальвадора Дали? Слушайте, и на самом деле исторически очень интересная колода, потому что у нас это практически чуть ли не единственное Таро, которое носит имя автора, именно, ну, потому что её написал Сальвадор Дали. Он её прямо написал. Он писал её к фильму. Он написал её к фильму. Ну, на самом деле, так интересно, слышите. Не знаю, знаете ли вы, нет. Сальвадор Дали дружил с Жаном Кокто. Жан Кокто – это такая очень значимая фигура. На тот момент это был глава Ордена Розенкрейцеров Европы. Европы и, по-моему, потом ещё и Америки. И Сальвадор Дали – человек, который, причём, слушайте, тоже так интересно, да, вообще многие там, допустим, его биографы говорят, что он был далёк от мистики вообще. Вы знаете, человек, который является создателем сюрреализма, и всё его творчество просто наполнено мистикой. Вот так это, знаете, он сделал колоду Таро, и это, конечно, так прикольно. Так вот он её делал, собственно говоря, исходя из того, что Жан Кокто курировал. Смотрите, какая у него... Видно, нет? Смотрите, какая у него смерть фантастическая. Вот просто, да, такая чисто масонская колода. Мне очень тоже нравится Сальвадор Дали. Она... Я её так для себя называю Таруснов. Вот такой вот дьявол у него. Он здесь, видите, такая мистерия шута вроде бы, когда он идёт к этому, к порогу, к обрыву. А в руках бабочка. Он ловец человеческих душ. Он ловец человеческих душ, дьявол. И вот эта колода фантастически, одна из лучших для работы со снами люди. У меня огромное количество, например, всяких практик по ней. Со снами и с зеркалами она очень хорошо работает. И эта работа со снами, она, во-первых, раскачивает сама работа с этой колодой. Она раскачивает возможность создавать управляемые сны. Она раскачивает возможность, например, создавать... Слушайте, я очень люблю с ней, например, ставлю себе программу просто на ней. И половину работы, которую мне нужно было делать днём, доделываю ночью во сне. Она настолько поднимает уровень астрального поля и управление им, что, в принципе, во сне можно работать через эту колоду практически с чем угодно. Создание иллюзий и магия абсурда. Так, магия абсурда Девиант Мун точно. Создание иллюзий Сальвадор Дали точно. Вообще, эта колода, она как раз открывает вот такие вот необыкновенные мистификационные возможности. Но слово я загубенила. Мистификация. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Я просто хочу здесь найти вам одну свою безумно любимую карту. Ну, вот такой, например... Ну, вот такой, например, туз-чаш. Причём интересно. Видите, да? Вот эта рюмка выглядит как два крыла. На самом деле это два лица, которые соединяются. Вот такой туз-чаш. Необыкновенно прекрасный. Вот такая вот папеса. Причём она очень необычная. Здесь вроде бы всё классическое. По пластике папеса совершенно необычная. Она взлетающая вверх. Папеса, которая уходит головой в вершину арки. Это очень необычно. Потому что по пластике всегда папеса центр тяжести. Карта смещён вниз. И рядом сидит кошка. И кошка – это богиня, египетская богиня Баст. Это египетская богиня Баст. Ну, вот я показывала возлюбленных. Мне очень нравятся возлюбленные. Ну, вот они нежные. Мне так нравится, когда возлюбленных нет. Этого надлома. И я показывала смерть. Я обожаю его смерть. Вот это настоящее. Это вот просто то, как оно действительно должно быть. Это просто фантастика. Умеренность. Я его очень люблю. Если сейчас попадётся, покажу. Вот. Самое интересное, слышите, что… Вот его умеренность. И у меня с этой карты был роман, по-моему, ещё до колоды. Я когда её увидела, я просто отдельно влюбилась в эту карту. Это был первый муалтарик, который я сделала. Карта умеренность вообще, да, это карта, которая обладает целительскими свойствами. При этом из того, что хорошо, это то, что это целительство, которое не имеет побочных эффектов. То есть ты можешь использовать эту карту, да, она гармонизирует. Ты можешь использовать её и для, не знаю, повышения давления, понижения давления, восстановления сердечного ритма. Она просто гармонизирует всё. И у меня был первый алтарик. Это именно из колоды Сальвадора Дали, когда я сделала умеренность и начала с ней работать. Потому что умеренность Сальвадора Дали… Причём, смотрите, в ней же нет практически никакого глубокого символизма. Например, берём умеренность Кроули. И там на каждый миллиметр карты целая какая-то фантастическая фантасмагория символов. Здесь нет никакой. Но понятно, что Сальвадор Дали художник гениальный, да. Это, знаете, то, когда создаётся алхимия из цвета, формы, энергии, прозрачности. И рождается совершенно что-то необычное. Потому что именно вот эта простая умеренность Сальвадора Дали обладает фантастическими свойствами именно в работе и в магии. Но ещё раз, да, всё, что… Потому что она у Сальвадора Дали, она выполнена вроде как в таком красивом стиле такого ренессансного романтизма. Да, вот здесь Сальвадор Дали продемонстрировал, что он умеет писать классику, а не только абстракцию. Вот, например, Луна в его колоде. Представляете, такой ночной город, который пожирает рак. Не знаю, хорошо вам видно, нехорошо. Очень необычная и такая просто карта такого ночного кошмара. Карта ночного кошмара. Вот, нашла. Что-то обыскалась вселенную. Очень необычная вселенная, смотрите. Вот прям очень необычная. Её так, когда первый раз, кто её видит, говорит, это дьявол, что ли? Это вселенная. И здесь, вот смотрите, он переиграл все, он переставил все акценты. А вроде как тема дьявола. Вот там у нас монстр, к нему привязаны три нимфы на цепях. И здесь, конечно, идея того, что эта вселенная, как пространство Земли. И это как раз мистерия вот этой нашей зависимости от материи. У Сальвадора Дали, вы видите, она относится к тельцу вселенная. И это такая демиургическая карта, совершенно необычная. И с этой колодой, вот кому интересно работать вообще со снами. Причём он очень хорошо, на него можно гадать. Вам приснился какой-то сон, вы хотите понять послание сна. Да, Сальвадор Дали открывает все эти уровни. Можно через него входить в сон. Например, это не обязательно, когда ложишься спать, да. Это дневная именно работа, ну, энергетическая со сном. И это с этой колодой. Она работает потрясающе с зеркалами. Она открывает энергию зеркал. Она заряжать ею зеркала вообще, любые магические штуки полезно. На ней гадать комфортно. Она говорящая колода, но она, конечно, говорит не в лоб. То есть она такая, знаете, намёками говорит. Если, например, я не знаю, ну, Уэй, то он очень просто говорит, что вижу, то пою, да. То колода Сальвадора Дали, она говорит, знаете, когда это некое, ты понимаешь, да, про что тебе говорят. Но за этим ещё стоит глубина. Там ещё откроется несколько смыслов. Вот Сальвадор Дали – нелинейная колода в предсказательной практике. Она всегда, ты вот, ты видишь, да, ты произносишь что-то, а потом понимаешь, что за этим есть ещё и ещё и ещё. То есть она сразу, вы знаете, в 3D, да, тебе даёт информацию. Поэтому такая совершенно необыкновенная, тонкая, необычная и очень магическая, и очень магическая, да. То есть вот это та колода, которая создана была как раз вот в этом, в пространстве масонской мысли, масонской ложи. И, соответственно, она как раз этими энергиями и наполнена. А Девиантмун не могу показать, потому что у меня в этом кабинете её нету. Она у меня в рабочем кабинете наверху, и там у меня все колоды Девиантмун. Потому что я на них всё время гадаю. А здесь у меня, ну, те, которые ещё, ну, свободные части. Девиантмун все заняты. Вот. Так, про Таруэльфов был вопрос. Про Таруэльфов был вопрос. Смотрите, какая штука. Вот, нет, у меня её здесь нет. Думала, что она у меня здесь есть. Таруэльфов тоже нету. Мне она нравится. Она очень лёгкая. И с ней очень здорово работать. Прокачивать энергии стихий. На ней очень хорошо. На ней очень хорошо. Видите, у меня такая узкая, например, тема. Я с ней работаю. У меня есть курс, который называется «Магия растений». Я там даю магию трав. Ну, понятно, деревьев, цветов и так далее. Далее. Магия растений. И я, например, на Таруэльфов, у меня на этом курсе даю эльфийскую магию. Я даю эльфический, эльфийский, наверное, правильно, да, алфавит. И я вот работаю конкретно там с Таруэльфов. Я очень люблю с ним программировать на Таруэльфов травы. Я люблю делать всякие талисманы из трав на этой колоде. С точки зрения гадания она очень комфортно гадает. Она очень комфортно говорит. Причём она достаточно точно говорит. Очень хорошо. И что мне тоже нравится на Таруэльфов, она хорошо показывает далёкое будущее. Вот, кстати, тоже свойства колоды. Вовсе не все колоды показывают далёкое будущее. Понятно, что колоды про здесь и сейчас точно, но на 99,9% покажет практически любая. Да, вот там, не знаю, мои мысли сейчас, мои чувства сейчас. А вот, конечно, про далёкое будущее это сложно. Вот далёкое будущее это про... Да, не все колоды туда выходят, в это пространство. Поэтому Таруэльфов здесь очень классно в этом плане. Так, значит, про Тару, чёрный гримуар, про золото, икон. Давайте в следующий раз продолжим разговор про колоды, если хотите. Я просто тогда подготовлю, чтобы можно было вам показать сразу, что у нас есть. Давайте расскажу. Давайте вот так мы остановимся на следующий раз. Золото, икон, и некрономикон, например, да, чёрный гримуар. И я вам расскажу про них, что с ними можно делать. Может, даже что-нибудь волшебники, какой-нибудь ритуальчик сразу подброшу вам. Да, добрый вечер. Вот. И давайте мы в следующий раз так и сделаем. Хотите? Золото, икон, конечно, уникальная колода. А ну, некрономикон, понятно. Прямо король-король. Так, Рабия, вы просто слегка опоздали. У нас здесь про Таро мы рассказываем. Поэтому и эфир у нас уже заканчивается. Вот, давайте так и сделаем золото, икон, и некрономикон в следующий раз. Договорились. Хорошо. Да, я просто подготовлю так колоды, чтобы мне можно было сразу всё показать. Так, и я приглашаю вас завтра на мой вебинар по магии камня. А по камням, слушайте, нету сильно хороших колод, вы знаете. Вот очень печально, потому что мне очень хотелось. А я, да, вот картами же можно и камни заряжать, всё что угодно. Понятно, что заряжаешь любыми другими колодами. Но вот по магии камням как-то не удалось пока никому сделать хорошие колоды. А завтра у нас магия камня. Я вас приглашаю, расскажу всё про камни. Ну, всё, конечно, за три часа вебинара не расскажу, потому что курс по магии камням у меня длинный. Но, во всяком случае, базовые вещи, которые позволят работать, увеличить свою силу, увеличить возможность, вообще эффективность любого ритуала. Да, вообще про то, какие камни, про что и как их можно в нашем ведьмовском шаманском котле варить. И, слушайте, ну вот тоже даже колоды. Я же, слушайте, я маньяк минералов и камней. Прям маньяк. Я просто знаю, насколько они дают силу. Вот ты не представляешь, у меня был период, когда я просто знаю те камни, которые мне дают энергию, когда я просто, вот пока камень на мне, я бодра. Как только снимаю всё. Ну, это когда перегрузы. И в этом смысле, конечно, я не просто, у меня система есть, я все карты Таро провела корреляцию с камнями. Но вот большие арканы у меня в ВКонтакте написаны, в книжке моей есть, да, прокоррелировала, потому что и в карты входить через камни легче. И, соответственно, любую коррекционную практику круче заряжать, если у тебя есть камни. И камни, наоборот, картами. Но даже малые арканы у меня разбиты все просто по камням. И колоды тоже самое. Я люблю, там, не знаю, ну вот Сальвадор Дали – это аметист, например. Да, совершенно конкретный аметист. А Девиант Мун – это опалы. Да, вот у меня и колоды-то с камнями вот просто фантастически соединяются. В общем, вот. Все, давайте, тогда мы с вами договорились. Следующую среду мы с вами разбираемся дальше с колодами. Я подготовлю их, чтобы вам показать. И завтра приглашаю в 19.00 мой вебинар по магии камня. Все, всем хорошего вечера. У меня через 5 минут начинается занятие. Все, всем пока-пока-пока. Всего самого хорошего и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok